Я вижу, что здесь много знакомых людей, но я все-таки коротко расскажу про нашу историю. Сам проект появился в недрах Кукуорг довольно давно, в 16-м году, по-моему, он запустился. Это было такое приложение Кукуорг, где собирались решать глобальные проблемы с помощью обсуждения, решения по алгоритму каких-то там важных для Беларуси проблем. Это был такой визионерский проект, придумывание будущего, и на самом деле мы вот этот вектор сохранили для себя до сих пор. Мы свой сайт до сих пор называем визионерским, и главная что ли наша идея это в том, чтобы мы фантазировали лучшую Беларусь. Понятно, что в Беларуси не так много происходит существенных изменений, и довольно амбициозно назвать сайт «Reform.buy», но при этом мы считаем, что если не заниматься вот этим визионерством, не придумывать будущее, то в принципе этого будущего может и не быть. И это такая миссия, что ли, рефлексирующих, думающих людей, какой-то очень узкой прослойки белорусской, которая, в принципе, должна заниматься этим визионерством. Ну, мы немножко амбициозно взяли на себя и эту роль. И вот после того, как довольно наивно было запущено это приложение Cookwork, оно просуществовало некоторое время, и в итоге трансформировалось в такой наш с Сержем Харитоном совместный проект, где мы делали два лонгрида в неделю, как раз занимались визионерством, но в том числе нащупали еще одну интересную нишу — это такие большие лонгрида интервью. Причем интервью с теми людьми, которые, на наш взгляд, меняют или приложили руку к тому, чтобы Беларусь изменилась. Такие люди-реформаторы, люди, которые меняют вокруг себя реальность и ассоциируются с изменениями. Вот в таком виде наш проект просуществовал до лета, наверное, до весны 2018 года, и обозначилась традиционная для всех медиа белорусских проблема. Если ты делаешь довольно сложный продукт, то у тебя небольшая аудитория. И как монетизировать такую аудиторию? Ну, это высший пилотаж должен быть, я не знаю, там, маркетологов, продавцов, рекламы, контента для того, чтобы такой проект монетизировать. И после чего у Сержа появилась другая работа. Я решил проект не останавливать, изменить его формат. И сейчас то, что есть сейчас с Reform.by, это то, что было задумано и начало реализовываться в августе 2018 года. Именно в 2018 году, в августе, мы запустили сайт, я бы не назвал с новым дизайном, потому что это вряд ли можно назвать после Reform.io, то, что было вылизано очень красиво. Сейчас-то вряд ли выглядит настолько же круто. Но в то же время это более функциональный продукт, где, возможно, не только лонгриды, а есть место для коротких новостей, для ленты новостей, для мини-расследований места, для каких-то форматов журналистских, которые более оперативные и более экономные, что ли. И вот мы прошли такую стадию, здесь нарисовал, из чего мы выросли, из Ку-Ку. Это было потом со странным доменом Reform.io, а потом, чтобы не пугать людей, мы сделали Reform.by для того, чтобы проще находить было. До сих пор многие люди набирают Reform.by почему-то. И в итоге удалось выкупить домен Reform.by. Мне кажется, что это более звучный, что ли, его проще запомнить. Да, я рассказал уже, что мы сменили формат буквально 1 августа 2018 года. И первый месяц мы отработали с какими-то совершенно минимальными вниманиями со стороны публики. То есть это был совсем другой сайт, другой продукт, более простой. Таких конкурирующих сайтов в белорусском интернете довольно много. Стартом стало для нас дело Белта. Дело в том, что один из моих партнеров, с которым мы начинали новый формат сайта, это Алексей Жуков. Это тот журналист, который как раз попал под жернова, что ли, Следственного комитета. Я оказался в тюрьме, и это буквально случилось 7 августа. Мы успели отработать 7 дней в новом формате, и тут же мой коллега попал в тюрьму. Не будь мы теми людьми, которыми мы есть, мы это все на самом деле довольно здорово конвертировали во внимание к сайту. Нам удалось сделать первые снимки задержания людей по делу Белта, потому что я оказался рядом в тот момент с Алексеем, сделал из укрытия снимки, как его задерживают представители Следственного комитета. Мы опубликовали эту информацию, и она разлетелась просто по сотням сайтов, начиная от всех ведущих белорусских, заканчивая крупнейшими российскими, украинскими и европейскими, американскими сайтами. Это для нас стало таким хорошим стартом, потому что это добавило авторитет, вес сайту, и это во многом повлияло на то, сколько посетителей на нашем сайте после этого оказалось. Да, я рассказывал про те форматы, которые мы добавили, и просто перечислю их. Это новости, это те же самые интервью, мы продолжили этот формат на новом сайте. Лонгриды мы тоже решили не отказываться от них. Их, к сожалению, не можем так часто, как мы делали это с Сержем. Может быть, два-три лонгриды в месяц выходят. Появилась рубрика «Мнение», довольно забавная, когда можно, ну как это, списать все на мнение нашего колумниста и прикрыться его именем, не отсвечивая, что ли, самой редакцией. Последний наш успех, это мы привлекли, ну на мой взгляд успех, мы привлекли Николая Халезина, это свободный театр белорусский, он живет в Лондоне, но пишет для нас рубрику «Мнение», иногда довольно провокативно выходит и добавляет эту трафику. Трафика. Добавили не рубрику даже, а скорее как продукт такой, это аналитика, тоже опять же, насколько это уместно в белорусских медиа. Я бы назвал этот продукт не аналитикой, а жвачкой, это попытка очень простым языком объяснить какие-то сложные вещи. И при этом не нужно для этого писать, не знаю, на 20 тысяч знаков текст, это можно делать на коротке. Мы пользуемся этим форматом. И довольно относительно недавно мы зацепили такой формат расследования, мы экспериментируем сейчас с этим форматом. У нас есть какие-то наработки, есть опыт расследования и у меня, и у Ирины в том числе, и у всех наших коллег, которые сотрудничают с нашим сайтом. Поэтому мы будем его развивать. За это время мы сделали более… это я все еще продолжаю презентацию нашего сайта. Мы сделали более 50 интервью. Здесь должна была быть галерея, но, к сожалению, при конвертации это все слетело. Поэтому у нас Юрий Анатолий Зисер как символ всех интервью, которые мы сделали. На самом деле более 50 интервью, и люди самые разные, начиная от Юрия Зисера, Венедиктова, каких-то крутейших совершенно американских, польских, европейских аналитиков, экспертов по Белоруссии. Я очень советую зайти на сайт, посмотреть, потому что, возможно, многие даже пропустили и не знают, что это у нас было. Самый, наверное, яркий продукт, который, знаете, честно собрал 25 тысяч на данный момент просмотров. Для нас это много, я думаю, для любого сайта много. Это герой, как же его звать? Шишкин, да, вылетел у меня из головы. Это наш такой коллега бывший, что ли. Главный редактор районки, официальный из Рогачева. И этот человек довольно со своеобразной позиции сейчас избрался в кавычках в Совет Республики. И мы сделали расследование. Об этом Ирина расскажет подробнее. Просто поделюсь, что случилось с нами после этого расследования. Мы собрали более 25 тысяч просмотров, больше 1300 расшаров в социальных сетях. Была реакция самого фигуранта, было закрытие паблика, который он вел, десятки перепечаток в ведущих медиа Беларуси. И, в принципе, я хочу сказать, что это расследование не закончено, мы будем его продолжать. Да, и еще у меня такой вопрос, прямо сейчас я его задам, а дальше потом передам слово моим коллегам. Вы для себя могли бы ответить сейчас на вопрос, готовы ли вы платить за расследование? Не за доступ, а просто к раундфайдингам и еще как-то принести журналисту дать денег. Не знаю, как-нибудь. Но поддержать расследование, это вообще интересно, неинтересно? Как вы, примеряя на себя, готовы ли вы поделиться какими-то своими деньгами для того, чтобы расследование состоялось, либо отблагодарить автора за это расследование? Да, я еще не сказал про наш проект важную вещь. Он до сих пор является, по большому счету, волонтерским. И он начинался, и, в принципе, до сих пор продолжается, как проект группы единомышленников. Вот прям в этом новом формате его запустили три человека. Это я, Алексей Жуков и Александр Отрощенков. К нему подключаются наши коллеги, которые помогают нам в этом всем. И важная вещь. Мы буквально стоим сейчас на пороге того, что мы хотим конвертировать вот это внимание, что ли, публике, и в том числе появились рекламные деньги, мы хотим конвертировать наш продукт, это такой медиастартап, волонтерский проект, в профессиональные медиа. Сейчас мы занимаемся регистрацией общества с ограниченной ответственностью, будем обращаться в Мининфорум для того, чтобы получить статус интернет-издания. И почему это случилось, в принципе, график, он все объясняет. На самом деле, начинали мы там с каких-то, не знаю, на уровне арифметической погрешности в августе, с небольшим всплеском во время ареста Алексея. И за буквально полгода, даже каких полгода, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, ну вот 8 месяцев, мы взяли на самом деле какую-то для нас немыслимую высоту. На нашем сайте в мае было 606 тысяч уникальных пользователей. Это много для сайта. То есть для такого медиа, у которого нет истории, нет благодарной аудитории, в принципе. То есть мы с помощью того инструментария, который у нас был в руках, мы смогли раскачаться до 606 тысяч уникальных посетителей. Я горжусь моими коллегами, собой горжусь. Это хороший показатель. Мы не думали, что мы так быстро зацепимся за эту высоту. Затем было снижение. Ну, опять же, это было лето, и в августе у нас значительно просела аудитория. Сейчас мы вышли примерно, опять где-то зацепимся за 600 тысяч. Это, чтобы вы понимали, это каждый день на сайте бывает около 30 тысяч уникальных пользователей. То есть, в принципе, это нормально уже для любого сайта, который, я не знаю, существует десятки лет. И хочу рассказать про одну маленькую историю. С нами случилась та самая болезнь роста. Когда мы вырвались до 600 тысяч, мы столкнулись с тем, что мы просто с нашими ресурсами не тянем такую аудиторию. То есть, у нас сайт провис в августе-сентябре только из-за того, что были технические накладки. Наш сервер не потянул, наш скрипт сайта не потянул. Пришлось там просто на ходу, знаете, как вот машина едет, а мы на ходу меняли колеса. Относительно удалось решить эту проблему, но пока мы еще в таком тоже разобранном состоянии. Поэтому приходится делать одновременно все. Решать технические проблемы, юридические, с контентом. Одновременно делать спецпроекты параллельно, для того, чтобы быть узнаваемыми, участвовать в таких вот мероприятиях, как это. Очень благодарен пресс-клубу, что нас пригласили. И один из проектов, которым мы хотим не просто накачать аудиторию, или собрать ее какими-то мелкими форматами, которые неузнаваемы. Это спецпроект называется «Эмансипация». Это проект про женское лидерство серии интервью. И на этом я заканчиваю трындить. Спасибо. Передаю слово Ольге Мжельской, которая попробует рассказать о нашем проекте подробнее. Спасибо. Добрый вечер. Я названа автором проекта «Эмансипация», но мне все-таки кажется, что автором является Федор, а я, наверное, в какой-то степени лицо и руки и голова этого проекта. Все началось с того, что, поскольку я жена Федора, то мы часто в кухне обсуждаем различные вопросы и работу в том числе. Он хорошо знает сферу моих интересов. И в целом у «Реформ Бай» была такая проблема, связанная с тем, что в основном герои, которые появляются на «Реформации», это в основном мужчины. Даже, наверное, не в основном, а мужчины, да, Федор? Ну да, у нас там под 90% героев интервью были мужчины. Мы как-то не поняли, почему так. Да, то есть это получилось как-то само собой. И знаю, что Федор давно переживал по этому поводу. И так случилось, все срослось, что как-то Федор говорит, «Слушай, Оля, я тут подумал, нужно сделать проект про женское лидерство. Серию интервью, вот прямо целенаправленно думать о том, с какими женщинами можно сделать интервью интересное. Может быть, ты бы стала менеджером этого проекта, подобрала бы тех самых героинь, договаривалась бы об интервью. Я говорю, ну, давай». По сути дела, для нас проект «Эмансипация» — это такой эксперимент. То есть мы в очень подвижном состоянии. Каждую героиню мы подбираем. То есть у нас нет конкретного списка уже готового, кого мы будем интервьюировать. К каждому интервью мы подбираем героиню. И это проект «Вдохновение» в первую очередь. Нам самим просто даже интересно понять, кто эти женщины, как они мыслят, как они видят самих себя, как они добились успеха. И совершенно неважно, в каких они профессиях, важен сам ход мысли. Я правильно говорю, Фёдор? Я не знаю, да, наверное. И поэтому формат такой, ну, лайфстайл. То есть люди, которые приходят послушать эти интервью, они все из разных сфер и совершенно не обязательно совпадают с сферой профессиональной героини. И на данный момент у нас прошло три интервью. Первое мы делали с Александрой Герасименей. Спасибо ей огромное за то, что она сходу согласилась участвовать. По сути дела, в проекте не такого большого ресурса, как если бы ей предложил Тутбай или онлайнер. В общем-то, для нас было важно сделать первое интервью с такой, ну, со звездой стопроцентной, да, к которой прям не подкопаться. Второй нашей героиней была Екатерина Забелла. Это известный юрист. Интервью получилось, с моей точки зрения, бомбическое. Она, ну, не от того, что мы такие классные и так хорошо всё сделали, а от того, что человек невероятный и очень умный, интересный. Когда делаешь интервью, всегда можно, не знаю, там, видеоформат, какой-то там текстоформат. Всегда можно порезать, почистить это. Почлифовать. Почлифовать, да. Потом фотографии опубликовал, текст там какой-то выдал. Всё, класс, вот этой кухни внутренней не видно. И мы, в принципе, хотели делать, ну, такой для нас большой вызов, большая амбиция – сделать это всё на виду у зрителей. То есть вопрос даже не в том, чтобы зрителям показать это внутреннюю кухню, а в том, чтобы это было вот и с точки зрения героини, героя, нас, зрителей, чтобы была такая чистота, что ли, ничего нельзя уже вырезать, что сказал, то сказал. Это можно только, ну, просто чуть-чуть причесать уже для сайта, и мы, в принципе, не стремимся выкидывать какие-то куски. Получается, в итоге, ну, довольно длинное интервью, такие неформатные. Но это, ну, правда, это интересно. Это вот получается, что ты, когда находишься там, ты видишь, как это всё изнутри создаётся. Не всегда есть возможность у читателей, даже, в принципе, у многих журналистов, посмотреть на это со стороны, как это работает и как это всё, вот, возникает магия, не возникает, да. И у нас в какие-то моменты магия действительно возникала. Мне самому было интересно, потому что я такой перфекционист, всегда вижу недостатки. Но там были моменты, когда просто забываешь о том, что это мы делаем сейчас это интервью, его надо записать, там что-то сделать, а прям увлекаешься и начинаешь слушать героя, героиню. Ну, ещё вот этот момент я подчеркну. Ольга сказала, откуда родилась идея. У нас действительно было процентов 90 мужских интервью. Это прям уже было смешно, ну, правда. В какой-то момент решили, что просто надо просто взять и радикально решить этот вопрос. Прям сделать серию женских интервью. И самая классная, по-моему, идея, это показать как белорусок, таких, знаете, прям вообще очень классных, которые добились в бизнесе, в своём деле, какого-то успеха значительного. И мне кажется, что все наши пока три героини, это как раз те люди, как раз соответствуют этому критерию. И мы плюс ещё в этом смысле могли отказаться, ну, немножко отползти от этого нашего общественно-политического, что ли, формата. И в данном случае мы могли сделать такой, ну, хоть немножко лайфстайл-интервью, добавить какой-то там личных историй. И мне кажется, что где-то, ну, процентов на 80 нам это удалось. Я видел вопросы, которые приходят через эту замечательную систему. Можно я ещё добавлю? Или есть именно про наш проект? Про эмансипацию? Ну, ты можешь добавить, да. Ну, я тут коротко, да, ещё добавлю, что сами того не ожидая, ну, мы хотели подчеркнуть уровень наших героинь, и в описании проекта у нас всегда пишется, что мы делаем интервью с выдающимися женщинами Беларуси. И так получилось, что мы просто и сами не думали, что для многих это словосочетание станет очень таким проблемным, что ли, да. Но мне кажется, что это очень по-белорусски. Вот точно, это точно очень по-белорусски. Крутейшие просто, вне зависимости от пола, стесняются того, что их так называют. То есть им кажется, что как будто бы они сами себя так нарекли, раз они согласились на эти интервью. И поэтому из трёх интервью единственное, только Александра Герасименя ни слова об этом не сказала. Я думаю, что она просто совершенно, во-первых, привыкла к этому, во-вторых, она, наверное, себя уже мыслит глобально. Да, в глобальных масштабах мировых. А так у нас каждое интервью начинается с того, что героини наши поясняют, что они себя такими не считают, но как бы, но спасибо. Я каждый раз поясняю, что как минимум это позиция редакции, и мы имеем право считать вас величайшими женщинами страны. Но в целом, если так просто подумать не про Беларусь, а, допустим, просто про соседние страны. Например, главный редактор информационного агентства в России. Ну это же высший пилотаж, правда? Или там в Польше, или в Украине. И то же самое, один из лучших юристов страны, Екатерина Забелла. Ну это высочайший уровень. Просто нам почему-то свойственно о самих себе и друг о друге. Думать, что если в масштабах Беларуси, то это, ну, как бы норм. Вроде как и неплохой уровень, но не то, о чем, может быть, нужно разговаривать со страниц СМИ. Федор, ты говорил, что были какие-то моменты прямо, которые тебя так захватили, что ты забыл, что ты сейчас на работе, и просто наслаждался процессом. Может быть, вспомни, что это были за такие моменты, и с какой из героинь. У меня, правда, накрыло на интервью с Екатериной Забелла. Она настолько четко и уверенно, и очень здорово формулирует мысли. Это оригинальные мысли, никаких штампов. В какой-то момент я просто забыл, там нужно было паузу сделать, дать людям задать вопросы, я просто забыл об этом. У нас есть вопросы с зала. Здравствуйте, меня зовут Антонина. Очень приятно. Мне сказали представиться, я представляюсь. У меня вопрос такой. Возможно, чуть-чуть сумбурный, и, возможно, чуть-чуть с подковыркой, но я сама женщина, но меня заколебала в интернет-пространстве история, что женское лидерство, что там форум мамочек, все побегливые лидеры, что-то везде все вещают одни женщины, уже бедные мышины, не зная, куда им деваться, уже везде все поработили. Ну, и я правда сама, как человек, который работает в информационном пространстве, я сама вижу комментарии мужчин, которые как бы... Тут не то, что я защищаю их, я просто как бы так рассуждаю. Вот, там чуть ли не нас уже ущемляют, а не мы женщин. И почему все вы должны там условно борщи варить? Я понимаю, о чем проект. Я его поддерживаю, но не боишься ли ты в Исфете? Да, просто немножко вот... Рассуждаем вместе. Почему? Давайте порассуждаем эту тему. Я сама себе очень часто и много задавала этот вопрос по поводу темы, не слишком ли она сейчас такая активная, да, и можно негатив получить на пустом месте. Но дело в том, что, во-первых, мы этот проект не видим таким прямо четко феминистским, и вопросы феминизма мы задаем героиням. Ой, я бы сейчас поостерегся сейчас с определениями, потому что он на самом деле феминистский, и тут, знаете, вот как бы не свалиться в запутанные термины, потому что есть много мнений, что такое феминизм, есть уже даже в нашей реальности, мы живем в таком информационном пузыре, извини, что перебил. Нет, все нормально. В информационном пузыре, где эта тема уже, в принципе, как ты говоришь, набила оскомину. Если там, условно говоря, выйти сейчас на комаровку, то, наверное, у людей глаза будут вот такие вот, и будут они с удивлением слушать, что же такое феминизм. Но у нас этот вопрос есть прямо в интервью, это одна из таких стандартных вопросов. И мне очень нравятся все эти ответы, которые у нас были. Вот почитайте. Там все наши героини, они рассказывают про то, что они не хотят этого хайпа, и что они хотят по-настоящему равноправия. Причем на бытовом. Да, причем как бы вот, и как раз они символы того, что женщина в нашей стране становится тем человеком, звучит жутко, да, становится там, вот ни одну из наших героинь нельзя назвать там женской активисткой, или там еще как-то. Это просто люди, которые добились успеха в том деле, в котором они добились успеха. И все. Я тут вообще не вижу разделения по полу, еще по какому-то принципу. То есть реально, вот они символ равноправия. Очень хотела в вашем исполнении видеть и мужской, и женский. Потому что мне кажется, что в офлайн должны выходить не только женщины с этим проектом, но и мужчины. Это реально формат, которого пока нет. Почему не смешать в какой-то момент? Но это просто такая информация для размышления, потому что мне кажется, всем было бы интересно того же Зисера не только прочитать, но и увидеть, и прочувствовать, и как-то с ним подышать одним воздухом, ну и как-то вдохновиться. Поэтому просто подумайте над этим. Спасибо. Спасибо. Ваш рост – это результат чего? Вы знаете секрет, схему, которой надо придерживаться. Хорошо работать, наверное, мало. Да, хорошо работать, наверное, мало, но необходимо. То есть у нас команда очень профессиональных журналистов с большим опытом. Но я сейчас такой очень коротенько тоже лайфхак расскажу. У нас прямо сейчас происходит революция настоящая. То есть это длится революция. Она похожа на революцию доткомов конца 90-х, начала 2000-х. Сейчас крупнейшие мировые интернет-корпорации меняют формат работы с медиа и предоставляют даже таким небольшим стартапам, как наш, возможности выйти на большую аудиторию. И мы, на самом деле, я, понимая это, в общем-то, рискнул и сделал такое медиа, потому что мы воспользовались всеми преимуществами, которые сейчас дают Google, Яндекс и остальные мировые корпорации. И, кстати, напомню, озвучу еще раз, я и мои коллеги, и пресс-клуб, и журналистские редакции белорусские стали инициаторами обращения к этим мировым интернет-корпорациям для того, чтобы они больше внимания уделили белорусскому рынку и локализовали контент, который они публикуют. Это долгая история, можно долго об этом рассказывать, я просто схематично это обозначу, что есть такая проблема, погуглите, в том числе на сайте пресс-клуба есть это обращение. Вообще там революция доткомов, это скорее был пузырь доткомов, и ничем хорошим это не закончилось, но вот как бы есть ли здесь какая-то опасность с заигрыванием с корпорациями, вот расскажи про это. На самом деле сейчас мы можем пойти на пиво и это долго обсуждать, у меня есть по этому поводу, но дело в том, что доткомовский вот этот бум, он привел к тому, что у каких-то людей, интернет-предпринимателей, образовались какие-то невероятные деньги, которые потом конвертировались в то, в чем мы сейчас пользуемся. Начиная от PayPal, заканчивая Amazon, ну просто все выросло после этого хайпа с доткомами. Сейчас примерно похожая ситуация, на самом деле это революция настоящая, то, что происходит в медиа, и чем это закончится, ну в том числе зависит и от нас, и вот от таких обращений. Я все-таки отвечу на этот вопрос, сколько вы зарабатываете, на чем, потому что я его часто слышу. Я работаю на трех работах, теперь уже проект Reform.by приносит, к счастью, деньги, это контекстная реклама, просто поделюсь какими-то цифрами, это в районе 1200 евро в месяц. Этот сайт зарабатывает, и в принципе это уже как бы неплохая основа для того, чтобы делать следующий шаг и привлекать нативную рекламу, делать какую-то официальную площадку, то есть на эти деньги уже можно что-то делать. Это небольшие деньги, но это все равно лучше, чем ничего. Да, и вот, ну дайте уже слово Ирине. Пусть расскажет о себе и о расследовании. Спасибо. Ну, тут сказали, что у меня будет мастер-класс, я не веду, может быть, это знатогучно, но как будет, так будет. Насам речь, навыки расследования у потребной сегодня в принципе большинстве людей, которые крыстаются тактии иначе интернетом, это банальная медиа, грамотность, лишбовая гигиена. У нас теперь таки час, ну, можно про это долго говорить, фейки, боты, троли, и так далее, и кап просто проверить, что, ци правда тое, что нам кажуть, хотя бы у садсетках, навыть не тое, что у СМИ. Хто гэты человек, який нам кажа, что нибудь провокативное, да? Кап не апынуться дурнем, часам варта проверить, ци існует такий человек, ци факт тое, что и он каже. Можна здагадаться, что самый базовый инструмент для расследования у интернеті, гэта Гугл и іншая пашуковики. На самом реч, важно корыстацца розными пашуковиками, як мага большая их колькастю, тому, что яны шыкаюць по-розному. Другий инструмент – ведовочно-социальные сетки. Уже комбинуючи только гэты две речи, можно знайсти велизарный объем информации датычна людей, ну, інших там тем, якие вам треба знайсти. Пачынаючи расследовання, вам треба зарабіць што? Загугліць ту информацию, якую вы маець. Ну, пачынаючи адымя ведовочно, але вельмі многа инфы можа даць нам имейл человека, особисты, той, яким он корыстаецца. Мы, конечно, не можем дослаць ему имейл и задаць ему усе питанье, але наурацца нам адкажыць. Але, калі мы загуглим гэта имейл, то можем знайсті масу яго аккаунтаў на самых розных ресурсах, на форумах, у там інших решах, дзе мы адкапаем розну інформацію, якая можа даць нам новая зачепкі. Тут же, дзякуючи имейлу цей нахш, мы можем знайсті никнейм чалавека, який он часто викаристовуе, яго непастоянный никнейм, який так сама можа даць нам масу інформацій. Многа важных штук можна даведацца маючы імейл чалавека, як я ўже сказала, або яго телефон. І гэта яша такая важная реш, мы можем привязаць, да, мы можем даведацца, якая ў чалавека сторонка ў соціяльных сетках, калі мы не ведаем, дзе мінавіта ягоная сторонка, калі он падписаны не сваім імем, і гэ так реч, як кнопачка забыл пароль. У твітары гэта наугул просто, што назваецца беспридзел, нават імейл не треба мець, треба мець, толькі нікнейм чалавека, і можна убачыць, які ў яго апошні лічбы телефона, і які некатурые літеры яго імейла, і гэта гэ часам достаткова, калі мы володым частка інформацій, привязаць пэлную старанку да пэлного чалавека, заразумець, наприклад, гэта фэйковый аккаунт, ці не фэйковый аккаунт. Тое самое, толькі трошкі складаній, нам дазваляя зарабіць фэйсбук, там ўже трэба мець або імейл, або телефон, на маім прикладзі, і тое самое дазваляя зарабіць ВК. У однакласніках, на яго адразу будзят правляцца код, і ты трошкі ўскрыісся перад тым чалавекам, пра якога ты шыкаеш. Зразумела, ў мэсэнджерах тое самое вайберы часам людзі ты їх шыкаеш-шыкаеш, а яны в вайберы падпісаныя там сваймымі, мы ты ось бачыш. Йон гэта йон, калі ты ведэш раптам телефон. Много інформаціі дае само собой заразумела аналіз соціяльных сетак. Тут я магу сказаць на прыкладзі ў контакці ка таму, што як вядома ў ім болжзе ўсё карыстальніка ў Беларусі. Само собой заразумела, што, па першы, мы там даведываемся персанальну інформацію, там гады нараджэння, мэсцы навучанні гэтак далей, калі яны не схаваная. Але там яше можна даведацца такія штукі, як што робіць чалавек ў гэтай соціяльны сеццы. Яго прас, гэта можна даведацца прастое, дзе яго узгадываюць. Вы можаць вельмі лёгка знайсці гэта, калі вы просто загугліцца, найці упамінаніе ВК. І вы падставляецца ў гэты лінк айді чалавека, ці нумарыці яго нік, які ў яго ў контакці стаіць ў урле. І таким чынам вы бачыцць ўсю історію, дзе яго узгадывалі ў контакці. Причым гэта дзейні чайна ватутым выпадку, калі чалавек змэняў назву сторонкі, змэняў імя і гэтак далей. Тобок насам рэш, там можна выкапаць вот столькі ўсяго. Калі трэба прааналізаваць сувядзі чалавека, знайсці даказаць, што пэўная ў гэтам сервісі вы забіваеце два айді і даведваеціся ўсе іх агульне ўсіх саброў, суполкі і гэтак далей. І вось такімі простымі метадамі, ну і плюс яшэ канешні многа там работы, можна ўжо зарабіць расследывання, якое можа зарабіць многа шуму, хаця здаецца яно даволі просто. А так було з маім расследыванням пра Андрея Шишкіна, галоўнага редактора Рагачоўскай газеты Свабодная Слова. Вось гэты мушчына. Йон став недавна членам Савету Республіки. Чаму на огул узяліся мы за гэтага цудоўнага мушчына? Ну, як часто бываю ў журналісткай рабоці, гэта мы берэмся за некі рэчі, які ані навідавоку, калі мы самі нешто пра іх ведэм цікавімся, або калі нас нехта падшторхнені іскіні інформацію. Тут гэта два фактары супалі. Вось я пра гэтага мушчынку ведала ўжо даўно, я ше калі не была журналістом аніція навала ў СМІ заявіла прэтэнзії яму за то, што я на сваім сайці, на сайці Дзержавнах газеты размішчаў быларсофобскія артыкулы з розных там рэгнумаў і гэтаг далі. І гэта було яшы ў 14-м годзі, я пасля НАТА так моцна не сачыла за яго дзейнастю, і гэтым лэтам в осінню мы даведуемся, што ён ёсць ў спісах высунутых на пасаду сенатора ад Гомельскай області. Ну як так? Ну гэта ненармальная рэч. Вось я там перадала інформацію і на РФРМ вышла навіна пра тое, што гэта шалавек ў спісах на пасаду сенатора. Паслячы тачы скінулі нам лінк на цікавы артыкул на ягоным жа сайце сайце газеты «Свабодная слова». Артыкул яшы 16-го года пра тое, як кепска прайшоў пікет апазіційнага актывіста у Рагачові, які он был непрыгожы кепска арганізаваны там было три чалавекі падаў стенд і гэтак далі. Тобок таким очарняльным духу. Гэтый артыкул там было три фоткі невелікі текст і ён не был падпісаны ніяким імем, што пасля, як я прааналізавала для сайта газеты, ну, вельмі незвычайна, заужды ёсць падпісы ніякі пад артыкулами псіуданімы хацябы. А тут не было ніякага. Зато я был лінк на старонку ў контакці, дзе был размешаны гэты ж самы допіс, гэтый текст і гэтая три фоткі, і ён был ў профілі чалавека, які называўся Іван Рагачов. Тут бачны наватарцы, што свабодна новаці Рагачова, і так адразу ў прынцпі можна здагадацца, што неяк гэтый профіль ён, гэта несаправдны імя чалавека, а гэта нейкі чалавек звязаны з Рагачовым і звязаны з газетой «Свабодная слова». На яго спасылаюцца, каб разместіць матеріял провакатыўны вельмы на сайці газеты, віда вошна, што гэта супрацьоўнік газеты, але трэба пруфы. Чаму затікавіліся гэтым профілем? Тому, з вельмі непрэемнамі, не просто непрэемнамі, а ў принципі экстрамістскімі матеріяламі. У гэтым тэксті, як я сказала, был у артыкулі на сайці тэкст і трэй фоткі. І вось мы маем гэтый тэкст і трэй фоткі і лінк на профілю ВК. Вось, якбы вы дзейнічалі, калі б в вас была гіпотэза, што гэтый чалавек працюе ў газеті, якбы вы доказывалі? Які был бы ваш першы там другі крок. Варіанты які-нібудь в зале єсть? У нас єсть тэкст і єсть фото. Тэкст нам акрамя зараз фактична інформація, ну дає стылистычну яшы інформацію, мы можам паравнаць, да, стыль. А што нам можа даць фото? Ну, данная, да. Экзів, да. Здаецца, многія ведаюць пра экзів, насам рэч, многія пра яго забываюць, і не ўся сайты яго знішаюць, калі ты загружаюць туды фоткі, сацеткі знішаюць, сайты не ўсе. І аказалася, што на сайці ў гэтым артыкуле тры фоткі, дзвесь їх былі загружаные з контакта, тобок ўжо з пачышаным экзівам са змінінными імёнами. Але одна, там апошні, была загружана памылкова, відаць, з камп'ютара, з оригінального файла, і там захаваўся увесь экзів. Ёсць ім'я файла, так як іменуе фотоапарат, паселя доўна з нумараццей, ёсць сама марка фотоапарата, модель і дата. Праглядела я, там, знашыць, фатаздымкі іншыя на гэтым сайці, рэдакцыйныя, да, паселя, стала, зразумела, што гэта той шы самым фотоапарат, што нумарацца ў прынцыпі супадая, зразумела, што гэта зроблена з аднаго фотоапарата, і што гэта рабіў супрацовнік рэдакцый. На контэкзі, файя ше вельмі цікавы выпадак, вам пакажу, наколькі важна, важна яго чистіць зараз. У 2012 годзі был такі выпадак. Бачыцца, чалавек стаїць на гамі ў салаті на падлозі. На фарчані, можа быць, хтось ці веде такі ресурс, выклаў чалавек нейкі, значыць, такое фото, і напісаў, вось, што вы ясцё ў бургіркінгу, салат, які вы ясцё ў бургіркінгу. Ну, каб пахваліцца, значыць, які он змагар з системы. Пасля гэтага і звольнілі з працы. Чаму? Тому, што я не пачыццю екзів, і там ў екзів і захавалася гео-локація, што гэта нейкі там горадзе был, який ў Агая, і хутка знайшлі, значыць, галіну бургіркінга там, потым знайшлі, хучай за ўсё, які гэта мінавіта ресторан бургіркінга, ці он там был адзін, скінулі гэту інформацію ў газеты і працадаўцу, і яго звольнілі. Там я ўже прааналізавала профіль ў ВК, праглядзіла ўсю інформацію, прагартала яго до самага канца, і стала відавошна, што гэта галуны редактар газеты. Ну, а пасля я знайшла я гоных, так сказаць, пашукалася браў ворогаў, знайшла ворогаў, знайшла я гоный асабістый телефон, просто кап каншаткова пацвердзі, што ён гэта ён, і атрымала, як я ўже гаварыла, ў Вайберы, цудоўную картінку, калі я забіла банальна яго на телефон ў Вайбер. Ну, і вось стала зразумела, што Іван Аргачоў, гэта Андрей Геннадзі Вішішкіні, які распаўсюджываўся гэтае самай экстреміске матеріялы, і стаў пасля сенаторам, не глядзіше на гэтае расследывання. Але тым не менш наступны раз дапаможа, скажам так, ці каму-нібудь іншаму дапамогуць такія метады нешта зменіць реальны. І можа быць, яшы ў гэтым выпадку нешта будзе зменіна ў будучыні. Тым болўш важна такімі інструментамі зараз карыстацца і правяраць, можа быць, ў селякіх сумнеўных персон ва умовах, калі ў нас тут ў нашых, так сказаць, палітычных сьогоднішніх умовах з інтеграціями ўсім астатнім і пропагандай. То, какой путь был проделан, вот эта работа сама, она полностью соответствует тому, что делают там Беллинкэт или другие расследователи, которые используют в основном цифровые, по большому счету, инструменты, вот только цифровую информацию из интернета, в онлайне, в открытом доступе, и они натягивают это на какую-то фактуру и, соответственно, там доказывают какие-то вещи. Всё можно применить, в конце концов, для того же кейса, который сейчас самый громкий, с бывшим собровцем, который дал интервью. Проверить, допустим, можно было в первый же день, что мы сделали, это его связи, его личность цифровую, с кем он дружит, какие у него друзья есть в силовых органах и так далее. Мы хотим использовать следующий механизм. Мы хотим попробовать сделать такой, как мои коллеги назвали это Uber для расследователей. Это мы хотим интегрировать, возможно, те инструменты краудфандинга, которые есть на рынке, для того, чтобы каким-то образом компенсировать работу расследователя. Допустим, было вот это интервью, интервью расследования по поводу Шишкиным. Оно там собрало огромную аудиторию. Людям это понравилось. Было видно, что людям понравилось, они делились, обсуждали. И в будущее мы хотим для таких вот текстов внизу, в конце статьи цеплять, вот у нас есть мола-мола краудфандинговая площадка, довольно просто там все это организовано. Если читателю понравился текст, то ничего ему не мешает отправить доллар, пять долларов на счет автора. Штука такая, что мы не хотим брать на себя обслуживание этих денег, вообще их учет. Мы хотим предложить журналистам возможность опубликовать у нас, повесить этот свой код мола-мола и деньги, пускай хоть миллион долларов им придет, это будут деньги журналистов, с которых он сам лично оплатит налоги. Мы будем лишь с той площадкой, которая, условно говоря, заработает на контекстной рекламе. У нас есть вопросы с зала. Анатолий Гуляев, журналист. Существует такое понятие, которое называется злодей-расследование. Существует множество этических кодексов, которые требуют, чтобы автор в ходе расследования непременно пообщался, дал слово злодею расследования. Скажите, вы даете слово вашим злодеям расследования? Вы вообще работаете с одушевленными источниками информации или нет? смотрите, мы сейчас может быть слишком громко себя назвали экспертами в расследованиях. Да, я тоже придерживаюсь этой позиции, что нужно попытаться дать слово объекту расследования. В данном случае, когда мы делали это с Шишкиным, в принципе, с ним пытались связаться, он просто отказался отвечать на вопросы, и поэтому тут совесть чиста. Я это к чему говорю? Я это говорю к тому, что сегодня существует в ходе расследований и среди журналистов расследований существует некоторое противоречие довольно серьезное. То есть одни считают, что по-прежнему, как и прежде, важное место в расследовании для одушевленных источников информации. То есть это люди, с которыми можно общаться, задавать им дополнительные вопросы по их реализации, судить о том, правильно или неправильно, чётко или честно отвечают или нет. Есть люди, которые считают, что можно сделать расследование, не вставая из-за компьютера. Скажите, вы к каким относитесь? Я думаю, это зависит в первую очередь от расследования и от фактуры, с которой мы работаем. Когда это расследование, что там у нас сейчас на слуху, как журналисты работали расследование за бойство Павла Шеремета. Ну, видовочно, в неких темах, которые потребуют контакту с людьми, нужно контактовать с людьми. А я все скажу, мне больше нравится цифровые расследования. Ну, то есть, вот прям нравится, и мне кажется, что в Беларуси это, ну, нужно было бы усилить вот это направление. Хороший пример, вот этот последний кейс с собровцем, когда молодцы наши коллеги-журналисты из Тудьба, из нашей Нивы брали комментарии у полковника Павличенко, у коллег этого собровца, ну, и им просто, знаете, как приличное слово-то подобрать в глаза-то, что-то им просто, как это, плевали в глаза. То есть, это не комментарии, это просто плевки какие-то. И что с этим делать? Это расследование, ну, куда его пришить, вот этот комментарий, когда человек в течение, там, пяти минут дает два разных комментария о разном медиа. Это часть расследования, не часть, это просто какая-то эмоциональная окрашенная деталь всей истории, но не больше того. Меня зовут Женя, меня, наверное, все знают. У меня один вопрос, кто у вас ведет в Фейсбук и кто подписывает вот эти очень смешанные подписи? Ну, я, да, это делаю я. К вопросу кто ведет в Фейсбук, меня удивляет вот редкостное такое согласие всех подписчиков, да, то есть у вас нет таких вот каких-то срачиков, которые есть везде. Вопрос, часто приходится банить или это само собой так получается? Ну, банить, нет, не часто приходится, на самом деле, я даже не помню, чтобы мы банили кого-то. У нас бывают такие, кстати, довольно забавные персонажи, может быть, на камеру не стоит говорить, недавно уволили главного режиссера, большого театра, может быть, слышали, у него такая грузинская фамилия вылетела из головы, Панджавидзе, да, и он, как оказалось, он такой большой поклонник нашего сайта, часто комментировал у нас в Фейсбук-группе много всего, он такой сторонник русского мира, такой молодец вообще за интеграцию глубокую и так далее. Ну, было интересно мнение человека услышать, потому что это был не бот, это был живой человек со своим мнением и он высказывал свою позицию. Фейсбук ты ведешь, а Телеграм, Твиттер? Знаете, если бы были ресурсы, если бы мы были там, не знаю, тутбаем с 70 журналистами в редакции, наверное, мы бы очень здорово бы делали, или там, Радио Свободы, с бюджетом Радио Свободы, мы бы, наверное, очень здорово бы делали и Телеграм-канал, и... Сейчас нас хватает на Фейсбук и мы делаем большой эксперимент в Одноклассниках. Вот это эмоционально очень разряжает, потому что бодрит, да, потому что там люди, как вот слово откладывать кирпичи, оно лучше всего подходит. Ты тратишь полтора доллара на рекламу и получаешь такой выхлоп. Это очень здорово. Я всем рекомендую поэкспериментировать с Одноклассниками. Ну и давай последний вопрос из слайда. Что нам там пишут? Так вы расследуете сейчас историю Дочи Веля. Да, вот этот... У нас нет ресурсов на такие серьезные расследования. Мы то, что могли, попытались сделать, связались вот этими расследователями из края, которые делали расследование в 2001 году и столкнулись с тем, что люди очень некорректно интерпретируют информацию. И вот это сейчас тоже для меня такая ну что ли проблема, что мне делать с тем, что мне наговорили, потому что доверия к этим словам нет. То есть люди сами подрывают доверие к тому, что сделали возможно что-то важное в 2001 году. В первые же минуты мы сделали я этим тоже занимался анализ социальных сетей вот этого человека, его друзья, там было несколько фамилий, которые он называл, в том числе в его друзьях. И было понятно, что это реальный человек. Какого-то более серьезного расследования я пока не вижу в этом. У нас нет ресурсов на это. Спасибо большое реформации, спасибо большое вам, что пришли и до новых встреч. Спасибо вам.